Вчера мы сказали, что совершение намаза в коллективе является обязательным. Теперь следующий вопрос, но обязательно ли, чтобы этот коллектив собрался в мечети? Или можно, например, собраться в каком-то доме, не доходя до мечети? Говорит Анахмад Фил, Киази Масаларивайата. Вот имама Ахмада в этом вопросе два мнения. То есть, какие два мнения? Одно мнение, что это обязательно собираться в мечети именно, а другое мнение, что это не обязательно. Вахтарак от фирмин Асхаби и Анну Юшра Антусалла Аль-Джама Афиль-Бейт. И многие ханбалиты считают, что является узаконенным совершать намаз дома. То есть, не обязательно идти в мечеть. Имеется в виду коллективом дома. Говорит Анахмад Фил, Киази Масаларивайата. А некоторые ханбалиты считают, что нет, обязательно собираться коллективом в мечети. И это мнение является правильным. И довод на это хадис о слепом человеке. То есть, пророк, что ему сказал, заказал ему, если он слышит Адам, приходить в мечеть. Несмотря на то, что у него нет того, кто бы его приводил. Отсюда что берется? Что если бы было разрешено собираться коллективом не в мечети, то он бы мог этому слепому сказать, совершай намаз коллективом у тебя дома. Чтобы кто-то к тебе приходил, и вы троем-четвером совершали намаз дома. Или со своей женой, или со своими детьми, и тому подобное. Но пророк, по-другому, самому этого не разрешил. А стал обязательно приходить в мечеть. А также хадис о том, что пророк, по-другому, взял намерение пойти и сжечь дома тех, которые не приходят в мечеть на молитву. Вместе с тем, что возможно, что они собирались джемаатом в дома. Так или нет? Если бы это было бы разрешено, то пророк, по-другому, не приказывал бы или не пожелал бы сжечь их дома. Значит, правильное мнение в этом вопросе то, что коллектив на намаз обязательно его собирание в мечети. Обязательно его собирание в мечети.